Пчёлам не страшна никакая погода, не дождь. Они занимаются своими делами. Чистят рамки и носят мёд к себе в гнездо. Вот такие у меня трудяги. Конечно, нам надо поучиться у пчёл работоспособности. Если есть погода, то они работают без отдыха. Даже ночью, когда становится темно, у них есть свои ульевые работы. И они занимаются этими работами. Вот здесь сколько, ту сторону почти что вычистили. Вот, осталось здесь вычистить. Рамку можно убирать на перетопку. Здесь рамки уже пустые. Они лёгкие. Ещё немного, конечно, чистят, ищут. Крохотульки, мёда. Так хорошо подчищать рамки, которые идут на перетопку, чтобы они были чистенькие, чтобы не было лишней возни с мёдом. А вот отдавать на обсушку пчёлам. И они прекрасно всё перенесут в свой улей. Вот мы вышли в огород. Нам надо скопать вот этот кусочек земли, чтобы посадить сельдерюшка. Покажи-ка. Вот я сажала, сеяла рассадой. Он уже большой, сидели. И поэтому уже надо срочно в землю торнуть. Надо шерники разобрать. Норы уже нарыли. А ты по одной, что ли, будешь сажать сельдерей-то? Ну, не знаю, кучкой. Там и есть-то маленькая кучка. Посмотри. У меня у нас есть, конечно, хорошее. Мы каждый год кладём много навоза. Справа дворечи, чё-то мы здесь не клали. Здесь маленький такой кусочек земли, его надо даже приспособить. Потом щавель зарастёт, и сельдерей не видно будет. Щавель и сельдерей, они по силе... Мы селили мысли. Да. Земля, конечно, уже тёплая. Вся она прогрелась. Хотя всего несколько тёплых дней было. Ночи были холодные. Стоило потеплеть. Так и ночами уже тепло. Да. Да, вот уже две ночи. У меня молодежь гуляет ночью, поэтому говорит, что уже тепло. Сколько ночью было, Саня? Ну откуда я знаю? Семь или пять. Ну когда-то говорили, что ночью 10 градусов. Ну почти так и было. Тепло было. Дождались мы теплого. Теплой весны. Главное, чтобы лето было тепло. Да, это точно. А вот здесь что посажено? Здесь ничего, здесь будем еще сажать. Что? Не знаю, посмотрим. Лук, редиска, капуста. Может картошку, которую мы не сюда сажали. Так. Ну вот нам этого кусочка и хватит. Маленько. Обозначим границы. Вот здесь лук уже вот такой вот. Хотя его периодически вытаскивают и уже крысы роют норы. У нас нынче, да и каждый год. Особенно когда на полях перестали сажать дверной и все остальное. Мышь. Я не лень со страшной силой. Какой-нибудь, наверное, олигарх. Мышь. Мышь. Вертолеты летают. Много их. Но в самолетах таких мало, особенно низко, которые летают. Мышь. Ну что? Вот мы аккуратно. Майя задумала, что сельдерей кидает семена и они сами вырастают. Ага. А потом они... А что она выключила с тобой? Вверху кнопочку. Какую красную? Вот эту. Да. Ну вот понесколько штучек будем сажать. Запах уже от сельдерей, конечно. Очень приятный. Когда-то очень давно еще маленькой девочкой я ездила в Питер и мы с матерью ходили на Некрасовский рынок. И вот там запах вот этого сельдерея. Я потом уже только узнала, что это запах сельдерей. Но мне так нравился этот запах этого рынка, что я не могла надышаться. И все думала, думаю, надо, так как вкусно рынки пахнут. И потом вот только, ну совсем недавно, может лет десять назад, я поняла, что это запах сельдерея очень вкусный. А там, конечно, всякого много было. И черешкового, и листового. И вот этот запах обалденный. Я до сих пор, наверное, сажать буду только чтобы запахом нанюхаться. Насладиться. Да, насладиться. Вот. Вот так вот. Разделим. Без всякого альтернативного, без всего, без всяких лишних заморочек. Сажаем. Сейчас мы пойдем. И все. И у нас будет скорость льдерей. Так, сейчас я принесу. Вы cooling. Ты можешь снизить, может быть, меньше. Не да, ну а дон then leave me, еще последнее. Спасибо. Еда, Эжин, уйди. Ну-ка пойдем. Батоник! Идемavan. Батоны, вот это? Это кажется… вот сейчас польем скоро будем собирать урожай теперь у нас задача вот заниматься клубникой брать усы которые пошли прошлом году прошлом году да и будем сажать сколько сколько получится ну и конечно пророхлить эту всю плантацию брать вот эти всякие обработка клубники вот и все что я вам сегодня хотела рассказать такие у нас дела на сегодняшний день до свидания с вами была ольга и канал домика озеро молдина всего доброго